всем привет привет так сейчас сычи вышли погулять уже вечерком сегодня ничего не снимала сегодня мой брат приехал с женой с детьми вот и как-то уже знаете сегодня не снималась если еще долго спала и сегодня не могла вообще уснуть ночью поздно где-то означало 4 наверное я легла вообще не могла уснуть лежала лежала вот потом малая у меня там тоже обрекалась я тоже не могла никак уснуть потом не кушать захотелось пошла взяла банан малинка у меня была доела еще малины потом уже взяла или телефон в руки думаю ладно хоть что-то поделаю поредактировала видео вот который вы уже увидели отредактировала там целую кучу по загружала думаю каждый день смогу выставлять вот и сегодня утром тоже проснулась сходила туалет и по утренним выборок такой отчет вам подробный не так резко захотелось кушать и мама вчера сырники делала я вот там еще три сырника осталось я так с аппетитом эти три сырника села со сметаной со сгущенкой опять пошла спать и проспала до полдвенадцатого там как раз маша маша говорю мама зашла говорит что брат уже подъезжает надо было там встретить чтобы он до нас доехал поехать встретить его недалеко здесь он знал куда доехать можно и где вообще миша поехал встретил я уже конечно проснулась уже собралась и вот они приехали покосили покушали знаете уже как-то было не до съемок вот как-то не снимала вот так что я думаю завтра уж дай бог чтобы завтра была хорошая погода сегодня было целый день пасмурно а на вечер прямо такое солнышко вышло так хорошо такая прекрасная погода вот поэтому я взяла и че пошли думаю надо походить погулять а то сегодня такие вкусные пирожки мама делала вот и меня что-то я сейчас сделала еще часть пирожками потом булочку еще там со сгущенкой доела думаю не надо подвигаться надо немножко свои калории скажем так раз это растрясти вот и движение тоже нужно да то что в этом плане как бы я кушаю все но надо немножко все равно где-то присматривать да то что ешь сколько ешь и побольше двигаться тоже будет полезнее так что мы сичи сейчас вышли перри руку так держать вытянутую мы сичи сейчас пошли сюда в поля в поля гуляем и я думаю вот надо он не с ним походить хорошенько так прям хорошенько походить чтобы час находить потому что надо подвигаться чтобы ночью хорошо спалось и калорий свои растрясти что такие дела и завтра уже думаю дай бог чтобы была хорошая погода пойдем погуляем уже может быть все вместе куда-то выедем я планировала у нас тут венгер пойти погулять там там парку нас есть может быть мороженое покушать посмотрим и там я уже поснимаю и брата и невестку вот всех так что вот так вот и че давай прямо пойдем туда прямо пойдем да да ты мой хороший пойдем туда прямо прямо идем пойдем слушать стоит да пошли ты мой красавчик сюда сюда пойдем ай такой молодец да ты мой умница умница послышный мальчик бегает такой мальчик послышный так что мы с ним сегодня сейчас погуляем сечь попетляем да думаю сразу отвечу потому что будут вопросы да про брата почему как он здесь слава богу получилось так что у меня брат он работает на польскую фирму он дальнобойщик и он ездит по европе сейчас у него как бы пауза я не знаю как там у них по их нему называется и во время того как вот началась война он находился здесь европе он работал вот и его жена вот тоже выехала с ребенком да вот бывшая жена тоже с ребенком вот и они выехали в польшу вот поэтому вот так вот мой брат сейчас и дальше как бы будет работать то что у него сейчас эта пауза и он потом опять будет дальше работать и получается его жена как бы дети они в польше находятся и сейчас вот они к нам в гости приехали на выходные как раз то что католическая паска сейчас у нас да они приехали к нам в гости вот так что пошли 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 дальше так что думаю сегодня как раз еду себе думаю поснимаю вам немножко что-то расскажу вот доме тут строится смотрите тут был дом видите прям среди поля в германии можно часто такое увидеть что где-то среди поля домик стоит на вон там там вот тоже на тут какой-то фермер походу живет вот и тут вот так он тут был дом его снесли новый строят иногда дешевле даже снести построить новый дом чем ремонтировать старый вот так что вот так вот это что в общем это видео не заканчивается я думаю я завтра продолжу снимать и будет получится у нас одно такое видео прохожу мимо здесь смотрите как магнолия красиво цветет огромное дерево магнолия класс красота здесь он дерево с яйцами тоже перед паской развешивают классно ходишь и боишься пошли красиво здесь кто-то живет на у них такой сад какой-то ну где вот магнолия у них такой знаете как не знаю заброшенный незаброшенный но так они ухаживают как да видимо что не очень поделись все цветет блин обожаю вот такую вот погоду когда не дождь а вот когда вот так спокойно солнышко и весна все цветет вон тоже какие-то деревья тут тоже что-то цветет вот кустики цветут красота сидишь пахнет все цветет и пахнет его цветочки вот а я не знаю как на русском знаю что на украинском барвинок всегда говорили вот эти и вот синие цветочки разрастается так хорошо на плетется вот аж сюда барвинок там кружочек такой хороший на поле намотали идем домой встреча происходит кузинки с малой приветик приветик приветичек приветичек встреча встреча до германии приехали в контрольном месте так все надо идти туда гулять тут ветер такой дует капец вроде солнышко да ведь не холодно машут а ой божечки, да, да тут твои воздушники поцелуй так, я тебя у нас занята тут вся красота яка, да? ну ты вузи боюсь беды Ичи скучила за Ичи, да? да, Ичи тоже скучи мы пришли сюда тут такая церковь у нас в Венгерии гуляем тут улочки я вам хотела показать тут древнее кладбище старовины я ваш экскурсовод нам просто хоронили возле церкви ага это что осталось, наверное, да? Ичи да, как Маша говорит раньше возле церкви церкви хоронили может даже быть, что вот там, например, сейчас кто-то есть, мы просто не знаем что ли ну да, что здесь тоже может быть похоронены да какие-то года интересно там хоть видно цифры какие-то что здесь написано не знаю тут даже не сильно понятно, что тут написано очень старые вот 1842 вот это 1842 ого это еще очень давно да ну да ага ступенечки смотрите какие для котика для котов все продумано сейчас фоткались возле этого домика тоже что интересно такой чисто немецкий, да, типичный там такая это тележка его написано еще что-то наверху ага 1750 год нет господи сейчас нашу Эргара вчера терроризировали такими домиками да? да у Настя скажет позже домик как сказку вспоминалось слово сказку скажу ему скажу Ганс, Кристиан, Андерсон Шрайб Мерхин да он не понял я его просто я подозрела вот шрайб Хан Кристиан Андерсон типа Весхих, Тегидих как вы знаете Гензели Гретли так как Мерхин Мерхин да потом, что хотела сказать что дома как сказки вспоминали Бау это же дом тоже, да? Бау ну, хаос хаос Бау в будувах но есть Бау не, это строение это да ну вот я хотела сказать Вы такие сложные предложения, вы уже пытаетесь говорить. Погано быть единственным. Бабуля же знает, бабуля была единственным. Я была единственным ребенком, мне было 10 лет, у меня родился братик. Знаешь, как я хотела братика? А я не знаю. Ты эгоистка. Да. С двумя сестрами. В общем, мы сели играться. Играться, мы сели играться. Мы сидим, то есть, там, да, вон. Все катаются, бегают, играют. Ой, солнышко. И тут хорошо ветра нет, тут закрыто все. По-хочему, это вот этот. Да. Тут хорошо. Единственное, яичек бедный не может побегать везде, да, яичек? Иди, ложись сюда. Хе-хе. И сидим. И втроем. Да? Сейчас так ими. Нашуля. Нашонька. Надо скорбаться. Так, мы пришли мороженку покушать. Да. Все там сидят? Я взяла себе такую лазанью. Можно это попробовать? Можно у всех попробовать. Всего друг у друга пробуют. Всего друг у друга пробуют. Были так вкусно все выглядит. Были. Пожалуйста. Ай, любезно. Делай сапог правый. Та вор же. Да, говорит. Ну, давай я тут сожжу. А тут уже надо выезжать. Я туда много. Ну, куда? Так, мы заканчиваем вечер. Сидим у костра. Отдыхаем. Пилочек. Вот. На этом можно заканчивать свой звук. Всем пока-пока. И тут на глаз нажимать, а он такой загнутый и жмёт. Ну, как-то я полдня отъезжу потом. Постаршение говорю. Слушай, так же там мне... Так, где эти и возьму?